В Павлодарской области развивается сельское предпринимательство. Только в этом году в регионе по программе ЕНБ планируется выдать 432 микрокредита. Впрочем, несмотря на инструменты поддержки бизнеса, открыть дело и сделать его процветающим не так уж легко. Почему об этом расскажет Салават Тимир Булатулла. Бизнесу Салтанат ровно три года. За это время площадь ее придорожного кафе расширилась, а в меню появилось много новых блюд. Качество обслуживания, удачное расположение у международной автострады сделали свое дело. Благодаря взятому у государства льготному кредиту и строительству придорожного кафе Салтанат смогла создать на селе 10 постоянных рабочих мест. А недавно она решилась воплотить в реальности свою давнюю мечту и построить мини-гостиницу для путников. Ведь с каждым годом поток туристов из соседней России в Казахстан только растет. Стройка идет по плану. Тут у нас будет банька, чтобы люди могли нормально помыться. Потому что многие едут из других городов и стран. Особенно дальнобойщики. Все бывают уставшие, всем нужно сделать остановку, немного передохнуть. Первый кредит в 3 миллиона тенге Салтанат уже погасила и взяла новые суммы в два раза больше. Самое сложное – это начать. Многие именно этого боятся, потому что не знаешь, что тебя ждет, как все пойдет, хватит ли сил. Ведь есть и те, кто не смог дальше потянуть. Один раз ошибся – все, прогорел. А столько сил вложено. Государство должно гибко реагировать и делать все условия, чтобы помочь людям. Мы, например, всей семьей здесь живем, в кафе. Сделали отдельную комнату. После расширения думаем принять на работу еще 5-6 человек. Желающих открыть свое дело население мало. Получается не у всех. Даже низкие ставки по кредиту в 6% годовых не спасают. Бояна улиц Габит Бердалин начинал производить кирпичи еще 5 лет назад. Причем прямо во дворе своего дома. Все заработанные деньги пускает на развитие небольшого предприятия. Говорит, были бы условия лояльнее, давно построил бы мини-завод. Протянул высоковольтную линию электропередачи длиной 600 метров. Взял специальный кабель, пробурил скважину. Есть трактор. Три человека работают постоянно. За невозможное не берусь. А делаю то, в чем уверен. И что мне под силу. Главное, спрос есть. Но от дополнительной поддержки никто, конечно, не отказался бы. Большинство бояна улицев берут кредиты для развития животноводства. По программе ЕНБЕК с начала года деньги получили 34 участника. В августе ждем второй транш для поддержки новых проектов. Люди приходят, спрашивают, обдумывают. В прошлом году получили 206 миллионов тенге. И охватили 90 человек. Интерес у бояна улицев большой. В Павлодарском при Иртыши для развития продуктивной занятости и массового предпринимательства планируют выдать почти 500 кредитов на 1 миллиард 900 миллионов тенге. Причем львиная доля проектов приходится именно на сельчан. Сколько из них в итоге смогут удержаться на плаву и стать успешными бизнесменами, точно никто сказать не может. Салва Тимир Булат, Ламарат Игликов. Итоги дня. Павлодарская область. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова